Самолет, поезд или автомобиль. Теперь это не имеет значения. Те, кто вернулся из-за границы на территорию нашей области, любым видом транспорта должны заполнить анкету на едином портале госуслуги. До прохождения через границу сообщите о своем приезде диспетчеру по номеру телефона 122 и в течение трех дней сдать тест ПЦР. Информацию о прохождении тестирования также необходимо разместить на госуслугах. И до получения результата важно соблюдать режим самоизоляции. И еще одна новость, связанная с коронавирусом. Узнать место, где можно сделать прививку от COVID-19, теперь поможет сервис Яндекс.Карты. В Яндекс.Картах теперь можно посмотреть, где располагаются пункты вакцинации от коронавируса. Всего на карте России отмечено более 4,5 тысяч точек. На данный момент это самый полный список с адресами. И он будет дополняться. Для всех пунктов предусмотрена возможность записи на вакцинацию через госуслуги и региональный портал записи. На сегодняшний день в регионе привиты уже 46 тысяч человек. Мурманская область по количеству записавшихся на вакцинацию через портал госуслуги занимает второе место в России. Между тем, по данным регионального оперативного штаба, сегодня зафиксировано очередное минимальное значение по темпам суточного прироста заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Заполярье выявлено всего 30 новых случаев. В Апатитах и Кировске – ни одного. Я прошу, Дмитрий Человечевич, быть вас готовыми и система здравоохранения к любому развитию событий. Мы с вами на территории нашей области. Цифры статистики обнадеживают. Однако, по-прежнему рекомендовано соблюдать масочные режимы, меры предосторожности. Чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать контактные поверхности.